Солнце уже очень-очень старо. Далека ли медленная холодная смерть? Добро пожаловать в Night Vale! Новый дня. Состоявшаяся прошлой ночью встреча Ассоциации Родителей и Учителей закончилась бойней, после того, как в конференц-зале спорткомплекса на главной улице открылся разлом во времени и пространстве, выпустив несколько сбитых с толку и весьма агрессивных птеранодонов. Светящийся портал оставался открытым и постоянно ревел, издавая ужасный звук, который, по словам очевидцев, напоминал крик шумных юных оборванцев, попавших в хлебоуборочный комбайн, замедленный и усиленный через какую-то простую опенсорс-программу аудиомонтажа. Теранодоны в основном атаковали женщин в очках. Эксперты пока не уверены почему, так как единственный специалист по летающим динозаврам в Найтвейле, Джоэль Айзенберг, все еще не восстановился после прошлогодней схватки с горловыми пауками. Почти целый час ушел на то, чтобы загнать всех паникующих тварей обратно в воронку и возобновить встречу, которая была в основном посвящена недавнему скачку цен в столовой и переросла в перебранку, после того, как Сюзан Уилман назвала сына Дианы Крейтон, цитирую, слегка пузаном, и добавила, что, возможно, его стоит финансово поощрять, чтобы он ел меньше. По мнению нашего репортера, Сюзан Уилман опасно одержима так популярными у Нью-Йорк Таймс бестселлерами по фрикономике. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал, хотя эксперты из организации «Ремонт конференц-зала Fatimati Incorporated» и оценили нанесенный конференц-залу спорткомплекса «Ущерб» почти в 50 тысяч долларов, что включает бесплатные штурмоустойчивые окна и дополнительную сезонную консультацию по установке. Снова пришла пара выборов, и вы все в курсе, что это означает? Тайная полиция шерифа пройдется по домам и из каждого заберет некоторых членов семьи, чтобы во избежание путаницы все проголосовали за нужных членов совета. Ваших родственников будут держать в безопасном тайном месте, которым, как всем известно, является заброшенная шахта за городом. Но пусть это вас не пугает, дорогие радиослушатели. За прошедшие годы ее использовали для такого количества похищений и незаконных удержаний, что заброшенная шахта за городом на самом деле весьма милое местечко. С огромными кроватями, бесплатным Wi-Fi и телеканалом HBO. Есть еще и пыточные кабинки, но я не думаю, что кто-нибудь вынудит городской советами воспользоваться. Помните, что это Америка. Голосуйте как надо, или вы больше никогда не увидите своих любимых. Это сообщение нам предоставил городской совет. Ежедневный журнал Night Vale объявил, что из-за наблюдающегося в последнее время спада в экономике они планируют начать печатать рекламу на первой полосе. Любую компанию, заинтересованную в этой платиновой вип-программе, просят связаться с редактором журнала Ли Энный Харт. Она упоминала, что они также запустили рубрику «Напиши свою историю» для заинтересованных горожан. Из-за того, что все журналисты были уволены, ежедневному журналу теперь требуется помощь общественности, чтобы снабжать жителей новостями. Важными и не очень. Первое рекламное объявление по платиновой программе появится в печати в следующий понедельник. И это будет перекошенное от ужаса лицо детеныша-примата с дорисованной ложкой, выточенной из камня. И слоганом «Лучше используйте тайт». Харт также заявила, что прошлогодний взрыв, который уничтожил центр рассылки ежедневного журнала, произошел абсолютно случайно. И она была бы рада, если бы ее страховой агент перезвонил ей. Пожалуйста, перезвони ей. И вот что мы только что получили. Тайная полиция сделала заявление, проливающее свет на вчерашнее происшествие на встрече Ассоциации родителей и учителей. Тот шумный портал, и последовавший за его открытием атака динозавров, которая грубо прервала споры о ремонте детского игрового комплекса с качелями на школьной площадке начальной школы, оставался открытым еще долго после того, как сотрудники спортивного центра, как им казалось, спеленали всех древних пернатых тварей, а авторитетные источники заявили, что как минимум одному птеранодону удалось улететь. Горожанам следует намазаться слабым солнцезащитным кремом и спрятаться в облицованный кафелем ванной. Несколько любопытных гонбалистов с поля по соседству с конференц-залом просунули головы в портал. Просто чтобы посмотреть, что же там по другую сторону. Обратно они вернулись абсолютно неузнаваемыми. Игроки постарели на несколько тысяч лет, хотя для всех остальных прошло всего несколько секунд. Они переступили ту черту, преодолению которой вряд ли можно позавидовать. За прошедшие для них тысячелетия мозг их абсолютно иссох и был полностью парализован безумием. Так как общество медицинского страхования больше не считает необходимым включать в полис психически-эмоциональные травмы, мы все так же заявляем, что никто не пострадал. Мы будем держать вас в курсе событий. После того, как новые подробности будут обнародованы в спецрепортаже нашего спецвыпуска «Нападение птеранодонов из портала», мы обязательно вам их сообщим. «Нам не угрожают динозавры?» «Да черт из два!» Городской совет попросил меня зачитать следующее сообщение. Если вы почувствуете странную ауру, вокруг следующих вещей у вас дома. Блендер, лейка душа, собака, муж, жена, стул, дверная ручка, плинтус, сувениры или фотографии с отдыха, любые коллекционные предметы, особенно с изображением или предназначенной для лошадей, DVD с фильмами, особенно «Скалолаз», «Все без ума от мэри» и четвертый сезон прослушки или любой упаковки салата латук из Калифорнии или Мексики, пожалуйста, сообщите в городской совет, для заключения подстражен и неопределенный срок. Говоря о городском совете, на этой неделе он провел встречу, где было решено убрать большую освинцованную дверь, перекрывающую северо-восточное ответвление Родонового каньона. Ну, знаете, того самого, где пульсируют зеленые огни и что-то тихо низко гудит. Сторонники этой меры заявили, что большая желтая вывеска с красной надписью «Опасно! Плутоний! Не открывайте дверь! Смертельная опасность!» была в лучшем случае заезженным фантастическим клише, а в худшем постоянно бросалась в глаза и раздражала. Собрание посетили многие жители Найтвейла, включая, как утверждается, нескольких ангелов. Несмотря на то, что ни один ангел официально не был зарегистрирован на этой встрече или любой другой, коли на то пошло. Старушка Джосси согласилась с таким решением и добавила, что свинец – угроза для здоровья, и что старая дверь была ничем иным, как бомба с часовым механизмом. Согласно протоколу совещания, Джосси сказала, «Это старая дверь. Ох уж эта дверь. Кто-нибудь обязательно отравится свинцом». Карлос. Прекрасный Карлос, так трагично лишившийся своих локонов, единственный высказался против, но непонятно против чего, потому что в протоколе зафиксированы только две его фразы. «Времени не осталось. Совсем нет времени», который он сказал в черный прямоугольник на руке, после чего его как ветром сдуло из городского холла. По словам старушки Джосси, он был абсолютно идеален и пах лавандовой жвачкой. Экстренные новости об тернодонах. Мы смиренно предлагаем вам следующее опровержение наших предыдущих заявлений. Тайная полиция сообщает, что, как выяснилось, это были не птернодоны, а птеродактиля. К тому же, птернодоны – это не динозавры, как утверждалось ранее, а просто крылатые рептилии, которые жили на 7 миллионов лет позднее птеродактилей. Наконец, до этого мы сообщали об отсутствии погибших, тогда как на самом деле их 38. Мы сожалеем об этих неточностях. На носу футбольный сезон, и скорпионы Найтвейла набирают форму, чтобы суметь защитить принадлежащий им титул школьного дивизиона. Ведь фанаты и фигуры в капюшонах останутся довольны, только если мы победим Дезерт Блав. Тренер Назар Аль Муджахиб рассказал репортерам, что он особенно доволен, насколько за последний сезон улучшил свою игру куатербэк Майкл Сандеро. После того, как его ударила наделенная разумом молния, и он приобрел силу двух джипов и интеллект сильно контуженного Рене Декарта. Но если Найтвейл собирается победить своих непримиримых соперников в этом году и отсурочить распространяемую правительством эпидемию, которая неизбежно следует за проигранным сезоном, Сандеро придется стать чуть более метким. В прошлом году он успешно отдал только два из 130 пасов, в частности, из-за того, что он страдает поздней стадией церебрального паралича, а его бросковую руку отняли по решению суда за несколько просроченных книг в библиотеке. По-видимому, межсезонный удар молнии исцелил его находящийся в последней стадии заболевания и совершенный по решению суда ампутации, и он готов сразиться с Дезерт Блав, возможно, худшей командой за всю историю. Боже, они просто ужасны. А теперь к главному. Давайте поговорим о правилах поведения в многоквартирных домах. Я и сам живу в таком доме. Нужно обладать определенной степенью сочувствия и терпения, чтобы мириться с присущим подобным домам уровнем назойливости. Люди живут очень близко друг к другу, и поэтому обязательно будет что-то, что вам не нравится и с чем придется уживаться. Но некоторые вещи абсолютно неприемлемы. Например, никого не удивит странный свет или тепло, излучаемое стенами смежных комнат, но потеки или странная пленка на них это грубо и эгоистично по отношению к соседям. Нечленораздельное бормотание, вой или пение на давно забытых языках все это нормально в час дня, но абсолютно неприемлемо в час ночи. Мы все в одной лодке. Бросайте свой мусор в мусорные контейнеры, а не на пол в коридоре. Надевайте что-нибудь, когда стоите у окна, и оставьте ритуалы и безумные эксперименты для того времени суток, когда никто не пытается уснуть. Это не так уж и сложно. Дорогие радиослушатели, у нас для вас приятный сюрприз. Прямо здесь, в нашей студии, сидит одна из таинственных фигур в капюшонах, которых частенько можно заметить где-то в городе. Не то, чтобы мы его приглашали, он просто был здесь утром, когда мы открыли студию. С тех пор он ни разу не пошевелился и не произнес ни слова. И, честно говоря, я даже не уверен, что он — это он, потому что под этими одеждами трудно различить очертания тела, а лицо полностью скрыто в тени, пустой и черный, как космос. Но подождите, мы же на радио, и он у нас в студии. Давайте проверим, сможем ли мы его разговорить. Мистер Фигура в капюшоне, как у вас сегодня дела? Ха-ха, ясно. Не хотите ли прокомментировать недавнее расширение запретного парка для собак? Ну, хоть пару слов. Может быть, вы бы хотели что-то рассказать простым горожанам о вашем сообществе? Дорогие радиослушатели, я уверен, вы тоже это слышите. Это не проблемы с вашим радиоприемником или нашим передатчиком. Эти звуки исходят от фигуры в капюшоне, сидящей в нашей студии. На самом деле, они довольно громкие. Ну, ладно, вряд ли он прекратит их издавать. К тому же, он начал подниматься в воздух, так что перейдем к прогнозу погоды. Дамы и господа, мы только что получили краткое сообщение от тайной полиции. Пространственно-временной разлом, который открылся прошлым вечером в заседании Ассоциации родителей и учителей, наконец-то был запечатан. Последний пропавший птеродактиль был найден и отправлен назад в свой Найтвейл, каким бы он ни был, доисторическим или находящимся в параллельной вселенной. Безжизненное тело существа было найдено недалеко от входа в парк для собак, обглоданным до костей. Большинство органов было вывернуто наизнанку, и разложено вокруг обнаженного черепа, подобное сделанным из кусков нежного мяса старомодным венкам, какие носили в XVIII веке религиозные лидеры, заложившие наш славный град. Тело птеродактиля вернули во временную воронку, врата закрыты, а заседание родительского комитета перенесли на 6 вечера следующего вторника. На собрании продолжат обсуждение вопроса о школьных рюкзаках и того, являются ли они причиной развития аутизма. Также пройдет поминальная служба в память 38 родителей и учителей, погибших во время нападения птеродактилей. И, конечно, лотерея! Напоминаем, победители должны присутствовать во время розыгрыша, чтобы подтвердить свое право на приз. Городской совет и тайная полиция напоминают, что жители Найтвейла всех биологических видов и геологических периодов не должны входить в пары для собак, смотреть на него или слишком долго думать о нем. Это напоминание, как они утверждают, никак не связано с тем, что могло произойти, а могло и не произойти сегодня. Далее в программе. Оставайтесь с нами и вы услышите специальный часовой выпуск Азбука Морза для Духового Квинтета. И, дорогие радиослушатели, Найтвейл – древний город с богатой историей. Город, полный тайн, как нам любезно напомнили сегодня. Это живой город, в котором постоянно что-то происходит, и мы – часть всего этого. Если вы слышите мой голос в прямом эфире, знайте, мы еще не история. Мы живем здесь и сейчас. Разве это не чудо? Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Доброй ночи. Пословица на сегодня. У чего четыре ноги утром, две в обед и три вечером? Я не знаю, но я запер это в спальне. Помогите.